В остальных ролях Маргарита Исабель, Хосе Сефами, Венди Делоскобас и другие. Художник Хавьер Делароса. Композитор Филиппе Солоса. Композитор Филиппе Солоса. Отвечай, где он? Погоди, я что-то плохо понимаю. Прадо тебе успел надоесть. И ты решила заорканить кубинца. Недоумок. Идиот. А ты в таком случае потаскуха. Полегче, как бы не обожглась. Теперь, когда мы одни, ты храбрый. А почему ты не осмелился повысить голос в ночном клубе, когда Леонардо ударил тебя? Почему ты молча проглотил оскорбление? В тебе нет ни капли достоинства, слезняк. Не лезь туда, где ни черта не смыслишь. У нас был мужской разговор. Да? Понятно. Будь поосторожнее. Здесь за тебя вступиться некому. С каких пор мне нужна помощь, чтобы справиться с тобой? Кстати, с кем ты сегодня отправишься в постель? С отцом или с сынком? Извини, ты, конечно, предпочла бы сразу обоих. Нет? Ничтожество! Джина. Джина, это я. Карлос. Джина. Джина, что с тобой, милая? Как ты себя чувствуешь? Уйди. Что мне с тобой сделали? Что? Тебе нельзя быть здесь. Сейчас придет Карлос и устроит скандал. Пожалуйста, Джина. Что с тобой? Уйди. Я же сказала, чтобы ты меня не искал. Уйди. Я не желаю тебя видеть. Уйди. И тебе хватило смелости прийти. Сильвана, мы должны объясниться. После того, что сегодня ты сказал, будто я переспала с Доном Леонардом. Прости меня. Прости. Я был не в себе. Мне было плохо. Мне тоже было плохо. Но я не оскорбляла тебя. Я пришел не за тем, чтобы ссориться. Нам надо поговорить. Я не желаю с тобой разговаривать и слушать тоже. Сильвана. Сильвана, прошу тебя. Давай поговорим. Матильда, у нас света нет, или ты его выключила? Матильда. Нет, дорогой. Я жду тебя. Нравится? Красиво? Это немыслимо, Господи. Ну почему, милый? Матильда, прошу тебя. Давай поиграем. Матильда. Сегодня будет нечто особенное. Ты ненасытная. Так нельзя. Можно. Матильда, не надо. Расслабься. Что это? Резерватив. Обычная подстраховка. Я не хочу, чтобы ты подарила мне ребенка. Нет. Я так не согласна. Что делать? Придется попаститься. Зачем ты украла у меня письмо Сандры? Я? Ты или твоя сестрица? Я не стер вас в порошок, потому что все еще надеюсь, что вы с Родриго не разведетесь. Ясно? Но. Ясно. Да, ясно. Но что я могу сделать, если ваш сын без ума от нее? А ты постарайся. Купи себе прозрачные рубашки, почитай женские журналы, камасутру, наконец. Шевелись. Неужели Лидия в состоянии затащить его в постель, а ты нет? Не смейте так говорить. Я вам не потаскуха. Так поучись, у потаскух. Я купил ей отдельную квартиру. Я порвал с ней окончательно. И? И прошу тебя подумать, как мы устроим свою жизнь. Мы? Нет никакого мы, Родриго. Вместе мы приносим слишком много горя другим. Родная, я хочу быть с тобой. Держать тебя в своих объятиях. Я люблю тебя. Не надо, Родриго. Пожалуйста. Дорогая, мы должны быть вместе. Ты чувствуешь то же, что и я. Прошу тебя, не надо все еще больше усложнить. У меня есть предложение. Давай начнем все сначала. Попробуем еще раз. Забери. Забери. Сильвана. Сильвана, постой. Сильвана, прошу тебя. Пойми. Нельзя бросать любовь под ноги толпе. Это не толпа. Это твоя жена. И твои дети. Они уже в прошлом. А будущее принадлежит нам. Наше время тоже прошло. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Милая. Родриго. Прошу тебя. Что тебе здесь нужно? Хочу спросить, что мы будем делать с ночным клубом. Как, что будем делать? Ты придешь к ней, извинишься и скажешь, что должен уехать по срочному делу. Это я помню. Я только хочу знать, кто займется остальным. К сожалению, в последнее время у нас все идет наперекосяк. Может быть, компаниями подводят? Интересно знать, что он о себе возомнил. Она плачет и плачет. Вот потому-то Господь и посылает детей в молодость. Девчонка вопит уже целый час. Я сейчас не выдержу и заткну уши. Ну уж нет. Держи, твоя очередь. Издеваешься? Я только что передала ее тебе. Ты не замечаешь, что у тебя на руках она плачет тише? Намного тише. Извини, Лупита. Но я должна идти в свой бар. Пора его открывать. Что ты надумала? Хочешь бросить меня одну? Она никак не успокоится. Прости, но там нужен хозяйский глаз. Если я не присмотрю, то кто? А если дать ей соску? С ума сошла. Хочешь, чтобы у нее зубы выросли, как у графа Дракулы? Нет. Нет, и не думай. Ну, конечно. Лучше пусть я оглохну. Пусть у меня перепонки лопнут. Как удачно, что ты вернулась, дочка. Девчонка кричит, как резаная. Что с тобой? Что случилось? Ничего. Сильвана! Ничего, мама. Ладно. Дай ей пустышку. Дай пустышку, говоря. Бедняжка. Успокойся. Да, дон Леонардо. Вы не представляете, кого я встретила на работе? Даниэль, а главаря из дома Надежды, который там всех морочит, притащился на фабрику сеньора Флоренции. Зачем? Ну, уж не ради одежды. И, насколько я знаю, на фабрике тогда был еще один человек. Отец Джины, сеньор Андресс. Карлос, что известно о Джине? Я недавно ее видел. Мне показалось, она хотела что-то сказать, но пришла Карен. За ней следят по приказу Даниэля. Вы думаете, у отца Джины общие дела с этим чокнутым? Не надо, Сильвана, не плачь. Я больше не могу лупить. Дай мне ребенка. Это из-за Родриго, да? Он хотел со мной поговорить, и мы пошли в кафе. Ты ведь уже не встречаешься с ним. Я чуть не сказала, что я люблю его, и мне нет дела до остальных. Понимаешь? Но не успела. Он первым сказал, что любит меня. И мне вдруг стали безразличны. И его дети, и жена, и то, что он переспал с Лидией, и все-все. Что я должна сделать, чтобы он разлюбил меня и забыл? Сильвана, что я могу тебе сказать? Было бы лучше и не знать его вовсе. Здравствуйте. Добрый день. Привет, Джина. Привет. Оставьте нас одних, пожалуйста. Зачем? Идите в другую комнату. У нас здесь нет другой? Тогда купите себе. Пирожных или мороженого. Что угодно. Отправляйтесь. Итак. В какую историю ты влипла, Джина? Не в какую. Джина, ты же умная девушка. Почему ты не хочешь сказать, что творится в Доме Надежды? Что? Карлс и Нэнси признались мне. Они очень волнуются за тебя. Я не знаю, что они наговорили. Но наверняка сплошные небылицы. И поэтому ты так нервничаешь. Я спокойна, сеньор. Просто Карлс ревнует меня к Даниэлю. А Нэнси не нравится проповеди. Все. Причина проста. А чем вы занимаетесь? Ничем. Молимся. Медитируем. Как обычно. А Даниэль? Даниэль? Даниэль очень добрый. А вам-то что за дело? Это моя жизнь. И если мои родители позволили мне жить одной, значит и вам нечего вмешиваться. Ясно? Даниэль. Даниэль. Редактор субтитров А.Семкин Ты нашла Сазара? Нет. Его не было. Я поговорил со своим адвокатом. Он поможет тебе в деле с наследством. С чего это вы так стараетесь? А что тут такого? Подумаешь, позвонил адвокату. Да, конечно, я забыла, что вы готовы помочь первому встречному. Нет, нет. Первому встречному нет. Давайте выясним все раз и навсегда, сеньор Прадо. Чего вы добиваетесь? Почему вы вдруг стали таким внимательным и любезным? Откуда такая забота? Будем считать, что мы заключили перемирие. Обещаниями перемирия меня не обмануться. А что я должен сказать? Что ухаживаю за тобой? А почему бы и нет? Вы способны на все. Ну вот, думаю, здесь все в полном порядке. Посмотрим. Хотите проверить? Нет. Тут целая кипа бумаг, а мне лень. Как скажете? Нет, нет. Вы мой управляющий, я полностью вам доверяю. Если речь зайдет о деньгах, тогда мне, конечно, придется проверить каждый счет. Когда будет угодно. Кстати, почему вы вчера бросили меня как Ариадну? Как так? Одну и безутешную у вас дома. Ну, хорошо, хорошо. Вы смеетесь над моими шутками, только поэтому я вас прощаю. Вы очень остроумны. Так почему вы меня бросили? Возникли непредвиденные трудности. С вашей супругой? Как вы узнали? Интуиция? Я ведьма. Да, с женой, к счастью, ничего страшного. Вы ее очень любите. Я влюбился в нее, что называется, с первого взгляда. Так мы и живем, словно в медовый месяц. Как приятно, что есть еще мужчины, которые хорошо говорят о женах. Верные мужья стали редкостью. Тем более те, которые любят супругу и не стесняются об этом говорить. Это замечательно. Вот я такой. Более того, я знаю толк в женской красоте. Вы мне льстите. Его зовут Даниэль Ортигос, а не Давид Ортега. Он там у них что-то вроде наставника, духовного пастыря. Что вам это напоминает? Религиозное объединение. Если бы так. Обычно там отмывают деньги и творят неблаговидные дела. Хороший крючок, чтобы поймать неосторожных юнцов. Поэтому пора действовать лучше этим же вечером. Нельзя туда соваться без доказательств. У нас есть только заявления Карлоса и Нэнси. Чёрт у доказательства. Я не согласен ждать, пока они натворят больших бед. Эта девочка Джина, она ведь внучка вашей подруги. Я видел её, она нервная, испуганная, измученная, подавленная. Я понимаю, я тоже волнуюсь, но я ничего не могу сделать. Чего вы ждёте? Человеческих жертвоприношений? Массовых самоубийств? Это же секта, как бы они ни назывались. Дом надежды. Верный Путине. Просите за выражение, сукины дети. Сегодня же. Сегодня. Мне очень жаль, но нельзя. Если мне придётся прибегнуть к силе, чтобы помешать вам, я не задумаюсь. Я хочу к маме. Я уже сказала, ей надо было уйти. Не приставай, ладно? Тогда позвони папе. Хватит, Лаурита. Твоему отцу нет дела, что творится у вас дома. Ему наплевать и на тебя, и на маму, и на братика, на всё. Милая, что с тобой? Лаурита, тебе плохо? Деточка, подними руки. Что с тобой? Посмотри на меня. Посмотри. Ты подстрекаешь его отнять у меня всё, потому что тебе нужны только его деньги. Что с тобой? Не можешь поверить, что я хочу порвать с тобой? Хватит улгать. Ты такой же, как и другие. Готов под любым предлогом влезть в постель к каждой встречной женщине. Это не так, это неправда. А ты? Куда подевалась твоя любовь ко мне? Наверное, ты потерял её при вчерашнем свидании с Леонардо Прадо. Родная, я хочу быть с тобой. Держать тебя в своих объятиях. Я люблю тебя. Не надо, Родриго. И снова с вами несравненная и выдающаяся... Капи, сеньор уходит. Догони его со счётом. Простите, выдающаяся Дионита Рейес. Сейчас она исполнит для нас песню, которая прекрасно вписывается в атмосферу нашего ночного клуба. Песня называется «Поцелуй и вино». Для вас поёт Дионита Рейес. Песня называется «Поцелуй и вино». Здесь становится скучно. Может, уйдём? Не имею ничего против. Алло? Ну так отвези её к врачу. Хорошо. Уже еду. Только этого не хватало. Что случилось? Мне надо домой. Лаурите стало плохо. Вот как? Пойдём? Ладно, пошли. Почему ты не вызвала скорую помощь? У меня нет детей. Мне и в голову не пришло. Вы с сестрой удивительно беспечны. Почему ты мне не веришь? Я правда порвался с женой. Да? Да. А почему? Скажем так, из-за одной красавицы. Ты уже забыла, что произошло у нас с тобой? Нет. Тебе понравилось. Восхитительно. А ты бы не хотела повторить? Почему бы и нет? Пойдём. Нет, нет. Не там. Не там. Почему? Лучше здесь. Где? Здесь? Да. Ну, нет. Как можно? Сюда никто не войдёт. Обещаю. Но там будет удобнее. А мне нравится здесь. Ну? Как скажешь. Лаурите очень плохо. Лаурита, милая, что с ней? Не знаю. Она задыхается. А что сказал врач? Я не возил её к врачу. Почему? Потому что у меня нет денег. Я искала тебя повсюду, но не нашла. Чем я могла расплачиваться, если ты отобрал у меня кредитную карточку? Ты понимаешь, что моя дочь могла умереть? Не болтай, ерунды. Иди ко мне, Лаурита. Что ты сидишь? Вызови срочно педиатра. Послушай. Да. Почему бы нам не выпить? Чего-нибудь для разогрева. Ты хочешь? Покрепче. Самого крепкого. Сходить сейчас? Да. Хорошо. Да. Я быстро. Жду тебя. Хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К хорошему быстро привыкаешь Хочется снова и снова, правда? Ладно, ты все видел Что теперь намерен делать? С этой записью я зарежу тебе без ножа, Даниэль И не пытайся Не пытайся меня остановить Нет, нет, я и пальцем тебе не трону Ты у нас кинозвезда Судя сам Что ты можешь предпринять? Пойдешь в полицию и заявишь, что мы здесь снимаем на видео несовершеннолетних Самых разных позах Вот только ума не приложу Как ты объяснишь, что сам стал звездой крана? Мне все равно Попался как мальчишка, ну и ладно Но тебя я засажу за решетку Хорошо Я знал, что ты мне ответишь именно так Но ты должен подумать и о последствиях Ты храбрый мальчик и многое вынесешь А Джина такая жестокая, как и ты Она выдержит позор? Или, например, как ты объяснишь полиции свой семейный бизнес? Семейным я его назвал, потому что и отец, и сын участвует в нем Твой отец торгует кассетами на паях со мной Ради бога, Даниэль Отец не способен на подобную низость Твой отец не способен на подобную низость? Какой же ты наивный, Карлос А чем он занимается, по-твоему? Мой отец не приступен, Даниэль Ты нарочно его приклел, чтобы я тебя не выдал Я, дорогой мой, ничего не выдумываю Мне тебе искренне жаль Ты вдруг прозрел и увидел, что весь мир дерьмо И решил спасти погрязших в нем людей Да, дряни много, и вроде твоего отца, и вроде меня Но у меня, по крайней мере, есть дом надежды Иди, ну не возвращайся смотреть кино у меня в доме Иначе я рассержусь Астма Лаурита, здоровый ребенок У нее никогда не было аллергии Возможно, раньше не было В любом случае, надо сделать точные анализы Хотя я не стал бы сбрасываться счетов И вероятность развития астмы Из-за нервных срывов Я не понимаю вас, доктор Что-то могло на нее произвести сильное впечатление Или она пережила нервное потрясение Дети очень восприимчивы Что мы должны делать, доктор? Окружить ее любовью, ласка ей поможет Я знаю, что ты много работаешь, но и семью забывать нельзя Да, ты прав Спасибо, Бернардо, что приехал До свидания, Родриго Всего доброго И вам, доктор Спасибо Позволь мне любить тебя Дай почувствовать, что нас никто и ничто не разлучит Мне ни до кого нет дела Астма? Из-за аллергии или Из-за того, что творится у тебя с Лаурой? Да, из-за этого Скажи, пожалуйста Почему ты не прекратишь эти скандалы? Моё поведение Как и здоровье моей дочери Тебя не касается Что ты не проведёшь Мне кажется, если ты не покажешься Ты в этой школе Вы не можете Ты в этой школе Речь идёт о панографических фильмах. Даниэль утверждает, что ты их распространяешь. Прости, сынок. Ради бога, это просто нелепо. Не могу поверить. Кто на тобой так подсудил? Это вовсе не шутка. Сынок, неужели ты действительно подумал, что я торгую порнографией? Как можно, сынок? Нет. Пойдём. Ужин ждёт. Прости. Можно взять будильник? Я очень испугалась. Ей уже лучше. Надеюсь, ты не в обиде, что я осталась ночевать. Нет. Правда? Мне очень жаль. Но Лаурита спросила, останусь ли я. Ужасно неудобно, верно? Нет. Ничего. Ложись здесь, я переберусь в кабинет. Нет, нет. В кабинет могу идти и я. Но представь, что будет, если Лаурита вздумает встать ночью. Родриго. Я понимаю, положение у нас не из приятных. Но мне кажется, что ради дочки можно потерпеть. Я ничего не буду требовать. Живи, как знаешь. Но всё же я думаю, к доктору надо прислушаться. И постараться нам ладить, пока она не поправится. Что ты думаешь? Не знаю. Не знаю, наверное, ты права. Я не буду тебе докучать. Как ты смел сказать Карлосу, что я связан с твоим домом проклятой надеждой и с порнофильмами? Как? А ну тихо. Твой сын не оставил мне выбора. Он угрожал пойти в полицию, тогда неприятности были бы у нас обоих. Вот так-то. Но какого чёрта? Надо было ему говорить обо мне. Зачем ты сказал? Зачем? Твой сын давно вертится вокруг и вынюхивает. Я не знаю, как его занесло сюда. Теперь твоя задача, как отца, найти с ним общий язык, потому что большинство мальчишек и девчонок сидят здесь из-за того, что не могут понять родителей и грязные делишки. Так что, потолкуй с ним. Я почувствовал себя дураком. Как ты мог сомневаться в родном отце? Карлос, мне очень жаль тебя разочаровывать, но, по-моему, он всё-таки в чём-то замешан. Смотри, ты находишь кассету, так? Потом ты соблазняешь Карен. Ладно, ладно, она соблазнила тебя. Но кассета, где вы пувыркаетесь, попала в руки отца Джины. И не забудь, я сама видела Даниэля на этой фабрике. Кстати говоря, я не знаю, что отцу было нужно на фабрике Флоренции. Как так? Он там один из самых главных, Карлос. Кто, по-твоему, меня нанял? Извини, Аббас. Ничего, Нэнси, не беспокойся. Всё нормально. Какая модель, сеньор? С глубоким вырезом? Да. Хорошо. У меня там есть список журналистов. Да? Обзвони их и передай, что я начинаю процесс против Прадо Текстиль. За плагиат. И пусть сообщат в завтрашних выпусках. Да, сеньор. Будет сделано. Карлос. Карлос, отец Джины подаёт в суд на Прадо Текстиль. За кражу моделей. Алло. Почему лечите? Нет, я не знаю, что сделала Андреас. Что? Уже еду. Я вам с самого начала говорил. Я предупреждал, что нельзя запускать эти тряпки в производство. Но вы настояли. И вот вам последствия, что теперь вы будете мямлить в оправдание Сильваны. Ведь именно вы её поддержали. Нельзя научиться управлять предприятием за один день. Ради бога. Хватит. Оставь свои проповеди. Сейчас самое главное иск Андреаса Карлоса. Что будем делать? Ну, конечно. Теперь и мой опыт сгодится, верно? Теперь я должен ломать голову, как выкрутиться. А вот и мы, дочка. Что случилось, Сильвана? Вы вовремя. В чём дело? Не знаю. Опять происки Андреаса. Я потом расскажу. Присмотрите за Лореной. Ты сначала объясни, Сильвана. Ладно, пока она выяснит, что к чему. Мы воспользуемся тем, что стол уже накрыт. Садись, Лопит. Господи. 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 Нет, Лопита. Для таких скачек я уже не горжусь. Не жалуйся. Тебе нравится. Не отходишь от девочки с тех пор, как ушла Сильвана. Просто малышка приболела. Она здоровее тебя. Посапывает себе. Сделай мне массаж, Лопита. Сейчас. Не понимаю, почему Сильвана так много с ней возится? Ниже, пониже. У неё и так забот полон рот. Всё, почти отпустила. Будто нас с тобой произвели в няньки. Так что надо помогать. Лопита. Ты всегда знаешь, что сказать. Здесь? Да. Приятно. Мы должны их опередить. Заметка может нанести нам вред. Как мы можем исправить положение, сеньор? Не волнуйся, я его уже исправил. Вот почему я ставил Нэнси на фабрике Флоренции. Фильм озвучен фирмой СВ-Дубль по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 2001 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok